Привет всем из Токио! Вы на канале о моде красоте. В этом видео вас ждет шоппинг. Отправимся вместе с вами в бутик модного дома Луи Виттон. Посмотрим сумочки, обувь, мужские и женские коллекции. Примерю кое-что из одежды. Конечно, будет видео распаковка. Покажу, что выбрала в этот раз. Рецепт японского салата. Готовим дома. Выпьем, конечно, вместе с вами чай. А в бьюти части этого видео показываю биодобавки японского производства для красоты кожи. Приятного вам просмотра, друзья! Показываю вам свой образ дня и мы с вами сейчас отправимся в бутик Луи Виттон. На мне широкие джинсы, обувь и аксессуары все от Hermes. Сумочку вот такую сегодня взяла Constance. На ногах очень удобные сандалии. Украшение голубого цвета. И на руку надела вот такую резинку-скранч для волос Луи Виттон. Очень удобно. Можно в любой момент связать волосы. А мы с вами находимся в районе Гинза. Бутик Луи Виттон. На главной улице будет реставрироваться. И сегодня последний день, когда он открыт. Интересно, какой будет новый дизайн. Но мы с вами попрощаемся со старым зданием. Посмотрим коллекции, что продается. Мне понравился очень вот такой вариант сумочки. Это самая дорогая, самая известная культовая модель капуции. Абсолютно черного цвета. Даже фурнитура, металл черного цвета. Очень красивый. Маленький размер. И есть еще вот такой размер побольше. Средний. Модель сумочки Спиди. Выпускается в разных размерах. В разных цветах. Это самый маленький размер. Бежевого цвета. Золотая фурнитура. Очень красиво смотрится. Декоративный брелочек на сумке рядом. У меня есть такой похожий. Старый. Посмотрите, друзья, это новая модель сумочки. Как раз хотела ее посмотреть. Вернее, модель уже не новая. Называется Пушет Метис. Новый размер. И также, видите, здесь другая ручка. Не кожаная, как на классическом варианте. А вот такая объемная цепь. Называется Ист Вест. Приятный кремовый оттенок. Давайте посмотрим на другие модели сумочек. Тоже в таком цвете. Тиснение на коже. Выпуклые крупные монограммы. Такая модель есть больше размером. И такой же вариант в черном цвете. Хотела посмотреть и вам показать новинку. Это сумочка Капуцин. В новом исполнении. В большом размере. Такая небольшая. И она достаточно мягкая. Если сравнивать с классическими сумками Капуцин. И вот здесь тоже представлены новинки. Новые мягкие объемные модели сумок Луи Витон. Интересное исполнение сумок. Ромбовидный узор. Вот здесь вам не видно. Покажу при другом освещении. Видите, здесь еще есть градиент цвета. Дымчатый эффект. И создается еще больший объем. В комплекте есть еще длинная ручка. Цепочка. В светлом бежево-белом цвете. Такой же вариант сумочки. И черный. На черного битградиента. Модель Капуцин комбинируется кожей и плетеные детали. Смотрите, какая прелесть белого цвета с золотой фурнитурой. А здесь экзотические виды кожи. Страус в нежно-розовом цвете и в ярко-розовом цвете сейчас продаются в бутике. Очень красиво смотрится. Я раньше не любила страусиную кожу, но вот такие варианты мне очень нравятся. Это самый маленький размер Капуцин и в нее, к сожалению, не помещается мой телефон. Давайте посмотрим другие сумки, что продается здесь на первом этаже. Мужские, дорожные варианты. Спиди в черном цвете. Фурнитура тоже черная, без блеска металла. Мне нравятся такие варианты. Размер меньше и монограмма уже более контрастная. Два цвета комбинируются серый и черный. Серебряного цвета фурнитура. Сегодня последний день в этом бутике. Он уже закрылся и вход был по приглашениям. И очень много посетителей, постоянных клиентов. Сегодня пришло попрощаться со старым дизайном бутика. Он будет полностью перестраиваться, как я поняла. И в новом виде откроется, по-моему, через год или через полтора. Сейчас, друзья, мы с вами на втором этаже. Здесь продается женская обувь, одежда. Давайте посмотрим обувь. Вот такие красивые ботинки с золотыми декоративными элементами. След, к сожалению, в этой зоне очень плохой. И приходится показывать каждую модель отдельно. Иногда никакие даже смены настроек телефона не помогают. Поэтому покажу то, что смогу заснять. Такие красивые украшения на двойной шнуровке в виде символа флуи-виттон. А это тайм-аут. Модель с декоративной подвеской. Мне нравится эта форма. У меня уже две пары таких кроссовок есть. Постоянно ношу. И что еще интересного. Вот эта модель новая вышла в коллекции Круиз 2024 года. Несколько видов кожи используется. Гладкая, замышевая. Подошва красивая. Еще летние модели представлены. Сандалии такие симпатичные. Лоферы трехцветные. Абсолютно черные, матовые. Мне понравились вот такие черные лоферы с ремешком. И посмотрите, какая подошва. Такая же, как и у ботинок, которые я в прошлом году купила высоких. Они, кстати, очень удобные. Буду носить их в этом году тоже. Подошва мне нравится. Красивые узоры на ней. И такие подошвы легкие. Ботинки, как у меня, на такой подошве тоже продаются. В этом году называются они LV Record. И в этом году, видите, выпустили разные модели. Низкие ботинки. Я взяла примерить кое-что из одежды. И жду, когда освободится примерочная. Но очень много посетителей. И примерочная, видимо, безнадежно занята. Поднимемся с вами на третий этаж. Здесь представлены мужские коллекции. Одежда, обувь. Вид на бутик Chanel и Cartier Bulgari с другой стороны. Давайте посмотрим коллекцию обуви для мужчин. Что продается сейчас. И в следующем году. ager. Продолжение следует... Продолжение следует... На первом этаже, здесь тоже на третьем этаже были представлены одежда. Очень много посетителей, поэтому снять не удалось видео. Мужские ремни из крокодиловой кожи, из обычной, с монограммами и простые классические. Ну что ж, друзья, мне все-таки удалось попасть в примерочную сегодня, но не в женскую, а в мужскую. Она освободилась быстрее. Мужчины, видимо, быстрее примеряют вещи. Мой образ дня сегодня вы могли уже видеть. Белый с синим и голубым сочетание цветов. Я взяла примерить пуховик женский из новой коллекции и разные вот такие свитеры, свитшоты из мужской коллекции, потому что в женских коллекциях вот такие не представлены. Красивые с монограммами, свитшот с монограммами разноцветными в L-размере. Это свитер. Я попросила консультанта принести все в L-размере, но сейчас примерим, посмотрим. Две цены написаны с налогом и без, кому интересно. В японских йенах 213 тысяч японских йен вот такой свитер стоит. А это худи с капюшоном, тоже вот такой трикотажный, как свитер. Тоже L-размер. Я хотела оверсайз, чтобы он был длинный, этот свитер или худи. И можно было носить с леггинсами, с грубыми ботинками, зимой под пальто также. Вот такие четыре варианта я выбрала. Пишите в комментариях, какой вам больше понравится. Все в L-размере. Мужские коллекции на мужчинах, конечно, будет смотреться по-другому. Вот такой вариант. Первый мне очень нравится. Это свитшот из стопроцентного хлопка и монограммы. На нем разноцветные с градиентом. Вот таким образом идут. И сзади тоже есть узоры по размеру. По-моему, как раз то, что я хотела. Он такой получается, видите, немного удлиненный. Рукав, конечно, он не длинный, но его можно подшить. Бесплатная услуга в бренде Louis Vuitton. Сейчас в моде удлиненный рукав. Поэтому, если укорачивать, то не сильно, немного. Несколько сантиметров, я думаю, сантиметров 5-4. Что скажете, пишите в комментариях номер один свитшот. Голосуйте, что вам понравится. А я покажу вам, что куплю в конце этого видео. По форме похожий уже вариант. Я покупала в мужской коллекции от Hermes. В прошлом или даже позапрошлом уже году. Такой яркий, салатовый. Я носила его очень часто. Удобная вещь зимой. С пальто, с пуховиком, если холодно. Это черный цвет и яркие, красивые монограммы. Освежают, но в то же время не перебор. Не так их много. Номер два. Это свитер. Хлопковый. Он не очень теплый. Но я и не ищу такой вот слишком теплый. В токе у морозов не бывает. И с пальто как раз зимой не будет, думаю, холодно. Этот вариант номер два. Мне нравится, наверное, меньше всего на мне. Потому что внизу, видите, проходит такая резинка, и он сужается как бы к низу. Черно-белый цвет. Но что мне нравится в нем, что монограмма расположена сверху, ближе к лицу. И мягкий градиент, который сходит на черный цвет. Третий вариант. Это худи с капюшоном. Ткань тянется, такая трикотажная, как свитер. Но написано, что это стопроцентный хлопок. Мягкая ткань. Мерсеризованный хлопок. Надеюсь, я правильно выговорила это слово. Но, в общем, ткань хорошая, мягкая, и он не мнется. Вот такой фасон. Здесь тоже он немного сужается к низу, но он как-то пошире. И капюшон. Мне нравится такой вариант. Один большой карман спереди. Монограммы расположены по низу. Изделие сверху худи черного цвета. А далее идет мягкий переход, градиент цвета. И на рукавах тоже очень красиво смотрится. Только снизу такие вот узоры монограммы. Рукав, конечно, тоже длинноват. Мне консультант сказал, что можно попробовать поносить так, а потом сдать, подшить. В общем, такая услуга возможна как сейчас, так и потом. И последний, четвертый вариант, друзья. Это тоже свитер. И на нем больше всего, наверное, узора монограмм. Сверху он прозрачный и внизу становится более ярким. Если вы заметили, в примерочной у меня перестановка. Остался только один пуховик, который я хочу примерить. А мужскую одежду всю вывезли. В общем, ждут уже, видимо, посетители. Мужчины на третьем этаже, когда же освободится примерочная. Давайте скорее уже закончим примерку. Пишите в комментариях, какой вариант вам понравился больше всего. Вот этот свитер четвертый тоже мне понравился. В общем, меньше всего мне понравился второй вариант свитера. А остальные все три очень понравились. Больше всего мне понравилось худи. Давайте я все-таки еще раз примерю. Видите, в примерочной вывезли все. Не знаю, наверное, часть коллекции висела на этой вешалке. Остались только мужские кроссовки. Показываю, что больше всего понравилось. Пыли летает здесь. Номер три в худи. И свитшот номер один с разноцветными монограммами. Все, друзья, быстрая примерка окончена. Только сейчас заметила, что пуховик я не сняла на видео, к сожалению, как примерила. Мне он тоже понравился, но нужно будет померить. Может быть, в другом размере в любом случае. В общем, покупки. Покажу вам из дома, что выбрала. Распакуем, как всегда, вместе с вами. До свидания, старый бутик. Посмотрим, какое новое здание будет на этом месте. В районе Гинза два бутика Луи Виттон. Есть еще новый бутик в Переуках. Очень красивый, золотого цвета. Мы с вами там тоже были. И вот этот старый бутик. Вот, друзья, буквально через несколько дней. Закрытый бутик. Вам показываю. Все, видите, заклеено. Витрина закрыта. Я так понимаю, что полтора года, год, это все-таки большая реставрация. Наверное, будут восстанавливать часть вот этого здания. А сам этот бутик находится в здании универмага Матсуя. Новая коллекция Шанель. Опять на витринах. Я не успеваю уже снимать. Как быстро, кажется, летит время. Выходят новые и новые коллекции. Смотрите, что-то белое очень красивое. И черное с розовым сочетанием. Тоже мне нравится. Друзья, я показываю вам. Если приедете туристам, вы хотите посетить бутик Луи-Витон. В общем, сейчас был он с левой стороны, универмага Матсуя. А сейчас переехал временно вот в это здание с правой стороны. Такой временный бутичок сделали на год, на полтора, пока строится новое здание. По-моему, здесь два этажа. Посетителей уже много. И новые коллекции можно увидеть. А в новом бутике, который будет строиться, говорят, будет еще плюс один этаж для вип-клиентов. То есть всего четыре этажа. Приветствую вас, друзья, из дома. Готовлю ужин. Решила вам показать салат японский в стиле шабу-шабу, как готовят. Купила мясо японское, вагю, очень хорошее. Здесь продаются разные нарезки. Вот такая нарезка, тончайшая, посмотрите. Она называется для шабу-шабу. Шабу-шабу это такое блюдо, покажу вам. Зимняя скорее едят круглый год, но больше принято зимой. Это вот такая большая кастрюля с концентрированным насыщенным бульоном, которая ставится в центре стола и отдельно подаются сырые продукты, овощи и мясо. Мясо для шабу-шабу используется как свинина, так и говядина. Вот такой тончайшей нарезки. К блюду шабу-шабу подают очень вкусные соусы. Часто это свежий понц с лучком и густой насыщенный соус кунжутный. Соус из кунжута очень хорошо подходит особенно к свинине. Я сегодня купила мясо говядины. Посмотрите, какая тончайшая нарезка. И оно прослоено, проложено целлофаном. Вот так называется. Момо-шабу-шабу. То есть нежирное мясо. Для салата я выложила вот таким образом кольцом листья зеленые и кайвары дайкон. Это ростки дайкона. Также дайкон мелко нарезала соломкой. И огурец. Теперь в горячей воде буквально несколько секунд варим мясо. Охлаждаем его в ледяной воде. Японская мраморная говядина долго варить нельзя, иначе она наоборот будет слишком жестким. Мясо очень хорошее, его можно есть практически сырым. Выкладываю по кругу дайкон, мелко нарезанный соломкой. И огурец. Мясо хорошо очень встряхиваю, чтобы не было воды. И выкладываем по центру зеленый лучок. Японцы любят много лука. Я добавила чуть-чуть. И самое главное в этом салате это, конечно, соусы. Здесь для холодного салата в стиле шабу-шабу по кругу на листья я добавляю вот такой соус. В японском стиле на вкус похож немного на понт, с такой свежей со лучком на базе соевого соуса с лимоном. А второй соус называется гума-таре. Это кунжутный соус. Японские разные бренды производят. Я покупаю от Кюпи. Такой салат получился. Кунжутный соус в центр на мясо. И добавила еще умебоще сливу соленую. Было очень вкусно. А сейчас предлагаю выпить чайку. Черный чай завариваю. Марка Луписия. Рос Ройл у меня есть. А вот этот один из моих самых любимых. Мерси Милфуа. Практически закончился на один раз. Давайте его допьем. Мерси Милфуа. Черный чай. Цветочный разноцветный букет. Аромат белого персика, клубники, малины. Очень ароматный чай. А сладости у нас сегодня с вами французские ля дуре. Вот такая упаковка. Лед кладут в мешочках гелевые пакеты. Испахан с личи, малиной и розой. И второе осеннее пирожное. По кругу еще защищают. Видите, как сохраняется в идеальном виде пирожное. Упаковка, конечно, отличная. Чай ароматный. А в маленькой коробочке вот такие сладости. Это достаточно новый вариант. Не помню, как он называется. Что-то вроде Евгения. Какое-то такое название. Как печенье такое с глазурью шоколадной. Посуду сегодня использовала термес. Такое красивое чаепитие. А сейчас бьюти-часть этого видео. И хочу в ней вам показать биодобавки для улучшения состояния кожи. Изнутри организма для упругости, отморщин, для увлажнения кожи. Сегодня будут как проверенные годами средства, так и новинки. Это экстракт ласточкиного гнезда. Коллаген из плавника акулы с жемчугом. Коллаген из рыбы фугу. Фитоплаценты из розы. Церамиды для увлажнения кожи. Самая лучшая в Японии гиалуроновая кислота. Эластин из тунца. И еще один эластин в капсулах. Все эти добавки помогают улучшить состояние кожи изнутри организма. Поэтому действуют на все. На кожу не только на лице, но и на теле. На слизистую, как например вот этот коллаген. Это коллаген из плавника акулы с настоящим жемчугом. Бренд Гинза Томата. Показывал вам миллион раз на канале. Очень он всем полюбился. Самый действенный коллаген. Когда я пила его первый раз, я почувствовала результат сразу, буквально через месяц. Кожа светится изнутри. Улучшает состояние кожи. Делает ее свежей, напитанной. От морщин придает плотность кожи. В составе также японский жемчуг. Самый лучший сорт Акоя. Осветляет пигментные пятна. Увлажнение кожи. Улучшает цвет лица. Свечение кожи. Омолаживающее действие. Антиоксидантное. Такая добавка для кожи, для волос. Также для подвижности суставов. У спортсменов. После повреждений и антивозрастных изменений. В коробке находятся стики с вкусным желе. Нет никакого неприятного запаха рыбы. Принимают от 1 до 3 стиков в день. Можно принимать курсами. Например, пропить 3 месяца и сделать перерыв. Можно принимать постоянно или поддерживать результат. Пить только по одной штуке в день. Вот такой очень действенный коллаген плавника акулы с жемчугом. Второй вариант, который я вам сегодня покажу. Это тоже коллаген из рыбы фугу. С японским жемчугом Акоя. Та же японская марка. Называется Гинза Томата. В коробочку входит 30 стиков с бьюти-желе. В день пьют от 1 до 3 штук. Коллаген можно пить в любое время. Если 3 штуки в день, то, конечно, вы разделяете прием. Если только одну штуку, то хорошо вечером перед сном. Можно совмещать с другими добавками, с другим коллагеном, например, если вам хочется. Сократив количество приема, например, по одной штуке, того и другого в день. Улучшает состояние кожи. Делает ее тоже красивой, напитанной. Увлажняет изнутри. Кожа становится красивой и на лице, и на теле, слизистая, волосы. Далее, плацента из дамасской розы. Разработка марки Гинза Томата. Впервые в мире экстракт плацента дамасской розы. А здесь не добавлено плацента животного происхождения. 100% фитоплацента растительного происхождения. В составе запатентованная плацента розы. Масло и вода дамасской и болгарской розы. Экстракт шиповника, коллаген и витамин С. По исследованиям, в сравнении со совиной плацентой, действие у плаценты из розы во много раз сильнее. Антиоксидантное действие. Содержит полифенолы. ИГФ, это эпидермальный фактор роста. Быстрее обновляются клетки кожи. Антивозрастное действие. Омоложение кожи. Осветление кожи. Вот пигментных пятен также используют плаценту. Сухость кожи, морщины. Придает блеск, гладкость, сияние. И еще одна великолепная добавка для красоты кожи. Это БИСУ. Экстракт ласточкиного гнезда. Используется гнездо из горной части Малайзии. Определенного вида ласточек. Производится добавка в Японии. Конечно, я вам показываю самое лучшее, безопасное и самое действенное. Все, что я испробовала на себе. БИСУ это единственный в мире бренд, который может подтвердить натуральность продукта. Его высочайшее качество. Вот эта добавка тоже дает эффект. Я вижу его после пропития одной упаковки. Даже уже чувствуется эффект. Кожа светится изнутри. Становится очень увлажненной, напитанной. Омолаживает кожу. Ласточки на гнезу в большом количестве содержат ИДФ, эпидермальный фактор роста. Сиаловая кислота. И ФДФ. Это фактор роста фибропластов. В коробке также находятся стики с вкусным желе. Пьют по одной штуке в день. Увлажнение, морщины, обновление кожи. И здесь заявлен даже лифтинг эффект. Делает кожу более эластичной и упругой. Если вам хочется увлажнить кожу не только кремом, но и вот такими добавками изнутри, я рекомендую попробовать вот такие церамиды. Состояние кожи улучшается также на теле и на лице, у кого сухая кожа особенно. Обезвоженная кожа отличная вещь. Я иногда тоже пропиваю курсами, особенно когда воздух сухой, кожа тоже становится более сухая. Когда появляются шелушения, также для волос, для увлажнения волос. Вот такая упаковка рассчитана на 30 дней. Вот такие небольшие капсулы внутри входят по одной штуке в день. Пьют, запивая водой. Комплекс содержит церамида, экстракт риса, коллаген рыбный, витамины, фолиевая кислота. А это самая лучшая гиалуроновая кислота. Японский бренд-производитель Кюпи. В Японии он популярен своим майонезом. Разные соусы, как раз перед этим видео вы могли видеть. Два типа соуса тоже были от этой марки. А это добавка для увлажнения кожи. Гиалуроновая кислота, она считается самой лучшей именно в этом бренде. И многие другие марки закупают именно эту гиалуроновую кислоту высокой частоты. От Кюпи. Как сырье для производства косметики, различных бьюти-добавок. Она самодейственная. Я тоже пила ее и чувствовала результат. Действительно, кожа увлажняется изнутри. У кого сухая обезвоженная кожа, мелкие морщины, вызванные обезвоживанием кожи, шелушение, помогает удерживать влагу в коже. В целом увлажняет кожу, придает свежий вид. Кожа становится очень мягкой, напитанной не только на лице, но и на теле. А вот эти две добавки начала пить недавно. И показываю вам впервые на канале. Это два типа эластина для упругости кожи, омолаживающей добавки, для придания коже плотности, эластичности, при возрастных изменениях, особенно деформационный тип старения, нечеткий контур лица, обвисание кожи. Эластин хорошо принимать в комплекте с коллагеном. Коллаген больше отвечает за прочность уплотнения кожи, а эластин именно за эластичность. В данном случае бренд японский DHC. Вот такие маленькие капсулы входят в день, пьют две штуки, запивая водой. Эластин с возрастом в организме разрушается. Очень хорошо пополнять его в виде добавок. Делать не только кожу эластичной, но и кровеносные сосуды. Профилактика, омоложение, упругость предотвращает обвисание кожи. В этом комплексе также витамин B12 и витамин E. Эластин из рыбы. Начала пить эластин от DHC, но нашла вариант еще лучше. Это эластин из тунца. Очень известный тоже производитель. Хаго Рому. Это японская компания, огромная, которая специализируется на производстве, обработке тунца. Рыбы в огромных количествах, 50% японского рынка. Вот посмотрите, у меня как раз есть тунец консервированный. От этой марки я часто делаю салат и сэндвичи с тунцом. В общем, да, этот эластин, эту добавку выпускает такая вот известная компания. И, соответственно, цена-качество. Большое содержание. 200 мг эластин, извлеченный из тунца. Также входит 200 мг N-ацетилглюкозамина. Поддерживает гиалуроновую кислоту, необходимую для красоты кожи. Для суставов также, для увлажнения кожи. 10 млрд молочнокислых бактерий, получаемых путем ферментации растений. Для красоты изнутри, чистой гладкой кожи. Упаковки очень хорошие, все на замочках. Обязательно плотно закрывайте. Пьют 2 штуки в день. Вот такие таблеточки небольшого размера. Запиваю водой. Нельзя разжевывать. Из противопоказаний беременность, кормление грудью. И если у вас есть пищевая аллергия, нужно проконсультироваться с врачом. И еще немного о эластине. Эластины наряду с коллагеном и гиалуроновой кислотой являются важным компонентом для красоты кожи. Он особенно поддерживает коллаген. Важен для поддержания молодости, упругости кожи. Эластин хорошо употребляет совместно с коллагеном и с гиалуроновой кислотой. Говорят, что уровень эластина, который поддерживает коллаген, начинает уменьшаться в организме уже после 20 лет. Новая добавка из тунца для красоты кожи, которая начала пить сейчас. Вот такие, друзья, сегодня мы с вами посмотрели бьюти-добавки для красоты кожи, для молодости. Специально сделала для вас такую подборку самых лучших средств. Кому интересно, открывайте стрелочку внизу под этим видео. Смотрите подробнее в магазине Tokyo On Demand. Можно приобрести с международной доставкой различные витамины, добавки японского производства. А далее в видео у нас с вами распаковочка Louis Vuitton. Что же я купила в бутике в последний день, перед тем, как он закрылся на реконструкцию. Было очень много людей, посетителей в тот день. И примерочные были заняты, как я вам до этого уже рассказывала. Женскую коллекцию тоже не успела вам показать. Но, может быть, в другой раз сейчас как раз вышли новинки уже. На тот момент я посмотрела, ничего мне так не приглянулось. Пуховик только и обуви. Много было красивых вариантов, сумочки, конечно. Так, друзья, выбрала я худи из мужской коллекции. В женских коллекциях таких вариантов нет. А мне хотелось как раз такой удлиненный, со брюками в обтяжку, с леггинсами носить, с ботинками. Мне больше всего понравилось, я вам показывала, свитшот с разноцветными монограммами и худи в черно-белой гамме. Вот это трикотажное, стопроцентный хлопок. Показываю вам, как изготовлено. Верх капюшон черного цвета, потом начинается такой мягкий градиент. Еле видны монограммы, цветы. К низу изделия они становятся более яркими, белыми. И на рукавах также. Мне нравится такой вариант, именно с градиентом, что не все изделие покрыто монограммами. Их не так много, не так ярко. Сзади показываю вам также капюшон. И такой же рисунок повторяется. Рукава я пока не обрезала, но это услуга бесплатная в бренде Louis Vuitton. Размер L мужской. На мне она смотрится удлиненный. И рукав, да, немного длинноват, конечно. Укоротить можно на плече, чтобы не менять рисунок. Вы видели в бутике, я примеряла, как на мне смотрится. Ну, а полный аутфит, образ, увидите чуть позже. Но планирую носить с ботинками высокими Louis Vuitton. С черными леггинсами, скорее всего. И в прошлом видео я вам показывала, как я складываю трикотажные вещи, которые мнутся, хотя этот свитер не сильно мнется. Но все же есть немного заломы. Покажу вам, как в Японии хранят вещи из трикотажа, чтобы они меньше мялись. Берете бумагу упаковочную и вот таким образом прокладываете по длине изделия. Можно в несколько слоев. Чем больше будет объем, тем вещь меньше помнется. Вот таким образом складываете, так, чтобы бумага попадала на сгиб изделия. При горизонтальном хранении, конечно, стопка не должна быть слишком большой. Самые тяжелые трикотажные вещи кладут вниз. Когда наступает сезон, я постоянно ношу вещи, я часто использую плечики. Но трикотажные вещи могут вытянуться на плечиках. Поэтому для хранения в тот сезон, когда не так часто еще надеваешь вещь, я храню вот таким образом, прокладывая бумагой внутри. Изделие из трикотажа меньше мнется. И потом не придется его отпаривать, гладить. Вот такая, друзья, была покупка в бренде Louis Vuitton. С нетерпением жду похолодания, чтобы надеть новинки. Надеюсь, вам видео понравилось. Пишите комментарии. И до встречи, друзья, в новых видео на канале. Субтитры сделал DimaTorzok